Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение и с вами Наташа Дуэк. Итак, хочу предложить вашему вниманию очередной выпуск Счастья Хомячка. Все, кто хочет узнать, как мой хомячок поживал в прошлом месяце, то я вас всех приглашаю оставаться со мной и посмотреть, что же произошло. Самая моя первая радостная такая покупка, это покупка вот этого вот крючка. Это крючок номер два с половиной, и я его купила в магазине здесь, Мисс Онлайн. Он был упакован, поэтому его так трудно было пощупать, понять. Оказывается, ручка такая резиновенькая, очень-очень мягкая, как она немножко мягкая, но в то же время и жестенькая. Вот, и очень-очень гладкий классный крючок, и он еще плюс немножечко, видите, как в сторону сдвинут, и получается, когда держишь и вяжешь, то петли очень классно вяжутся. Я его уже испробовала, уже вязала ним, и мне очень-очень понравился. По сравнению с другими моими крючками, которые были, этот, конечно, очень удобный. Единственное, конечно, для набора петель, когда мы хотим их сдвигать в ту сторону, он не подходит, но для вязания крючком очень подходит. И это фирма Love Knitting, вот, и он по длине 14 сантиметров. То есть вот этот крючок мне очень понравился, и я думаю, что я буду потихоньку покупать еще другие размеры вот такого же самого крючочка. То есть очень хороший, если вы вдруг встретите такую фирму, можете смело покупать. Дальше. У меня было несколько посылочек в этом месяце. Я их, конечно же, уже распечатала, потому что дождаться просто не могла. Здесь, получается, мне пришел вот такой вот маленький помпончик такой для шапочки. Это мех настоящий, английский он называется ракун. Вот, и здесь такая вот, как брелочек, как бы, но мне вот эта часть не нужна будет, я ее отстегну просто, и за эту штучку можно будет пришить к шапочке. Я заказывала такой коричневый и еще один для того, чтобы выбрать, ну, какой подойдет. Этот, в принципе, коричневый подойдет на любой цвет шапочки. Он, получается, 12 сантиметров по ширине, 12 или 13, что-то такое, но он достаточно большой. Вот, потому что я покупала вот такой вот помпончик сиреневый. Ну, вот здесь у нас, получается, на видео как будто бы синий, но он сиреневый тоже на такой вот веревочке. Но, видите, у него маленький мех, и это как бы с кролика мех, а этот вот совсем другой, пушистый и длинный мех у него. Еще плюс такой, ну, это натуральный цвет, то есть не окрашенный. Вот, такой вот классный балабончик мне пришел. Еще тоже получила вот такую посылочку, и сейчас мы ее откроем с вами. Вот, и здесь, получается, мне пришел тоже балабончик такой вот, тоже с такого же самого меха, Вот, только он уже синего цвета, видите? И здесь, что мне очень понравилось, вот такая вот кнопочка есть. Получается, кнопочку пришиваете к шапочке, а балабончик уже пришита здесь. И, получается, когда стирать, отстегаете, а когда носить, пристегаете. Я, если честно, когда коричневый заказывала, я не знала, что такое бывает. Балабончики такие вот с кнопочкой. Теперь, то есть, если я буду когда-то заказывать еще такие помпошки, то я обязательно буду смотреть, чтобы там была кнопочка. Потому что, мне кажется, это настолько удобно. Хотя цена у них одинаковая, что с кнопочкой, что без кнопочки. Вот, так они смотрятся. Видите, они очень пушистые, классные. То есть, я немножко боялась покупать, не знала, будут они такие, как облежшие, или они пышные, хорошие будут. И оказалось, что они достаточно пышные, видите, несмотря на то, что они лежали в пакете все это время. То есть, если их пришить на шапочку или куда-то, да, они еще больше распушатся. Еще я заказывала тоже. Это все я, получается, заказывала на сайте eBay. И что интересно, я знаю, что многие из вас, кто больше живет в Европе, России, заказывают вещи на Алиэкспресс. То я посмотрела Алиэкспресс сайт и eBay сайт. То есть, они вообще абсолютно идентичны. Товар одинаковый и цены такие одинаковые. Вот, поэтому, да, здесь, получается, записочку они оставили. Еще здесь была в подарок такая вот резиночка для волос, которую получит моя дочка. Такая, видите, просто резиночка. Приятно было, конечно, подарок получить. Не знаю, почему, да, только от мелочи, а приятно. Вот, и я заказала вот такие вот ниточки. Сейчас я вам по ним расскажу. Ниточки вот так называются. Фирма Erdos, наверное. И все остальное почитать не могу. Короче, вот овечки такие и вот такие ниточки. Я, в общем, разные там китайские нитки бывают, да, я боялась как бы их заказывать, но эти нитки, я вам скажу, очень мягкие, очень классные, но ниточка тонкая. То есть, если вязать, нужно, наверное, в 2 ниточки брать. Вот. И этот цвет номер 942. И что это у нас тут? Тут у нас 5% кашемира, 45% шерсть и 50% акрил. И здесь 50 грамм. А метраж я не вижу. Вот. Но нитка очень-очень классная, мягкая. То есть, вообще, хоть для детских вещей, хоть для взрослых вещей, она очень классная. И что мне нравится, что она такая, знаете, как упругая. То есть, она не такая вот, как бывает, не знаю, как, как будто форму от изделия не будет держать. Эта ниточка явно будет держать изделие, форму. Вот. И таких у меня моточков 3. Я их еще не стирала. Тут, в принципе, стирать в теплой воде. Да. Руками. Машинки нельзя стирать. Да, это почему одна из моих причин, почему я не очень люблю шерстяные нитки. Потому что я люблю бросить в стиралку, бросить в сушилку. И все, моя стирка готова. Особенно для детских вещей. Вручную стирать как бы не особо хочется. Вот. Ну, я думала, может быть, из этих ниточек я свяжу комбинезончик для своей дочки, которая 8 месяцев. Так, чтобы куда-то ехать, одевать, чтобы было тепло, но спинка не открывалась. Вот. Возможно, я так и сделаю. И еще, это все по моим покупкам, еще в этом месяце у меня были просто как подарки. Подарки от одной знакомой. То есть, она раньше вязала, что-то у нее там вязала, теперь не вяжет. То есть, эти нитки, они уже, скорее всего, сняты из производства. Но все же это нитки. Вот. И что-то из них можно связать. То есть, это фирма Lady Fair. И такой вот синенький цвет. Это 100% акрил. И здесь 50 грамм. То есть, уже можно его где-то поиспользовать. Дальше. Второй моточек тоже подарили мне. Это такие вот бернат оранжевые ниточки. Тоже акрил. Но цвет, цвет очень классный, яркий. То есть, это вот у меня синий, оранжевый. И вот такой вот ярко-зеленый. Это кто у нас тут? Lion Brand. Ну, такие вот, не такие еще продаются. Но, такой зато классный зеленый цвет. Это я подумываю, а не с них связать шапочку, может быть. Еще у меня такой большой пакет. Вот. Пакете. Вот такие вот нитки. Они... Клубочек, видите, такой помятый-помятый уже стал. Потому что они лежали долго. Ну, в общем, он такой был однажды. Из-за того, что он был запакован в пакет. Вот. Вот такая вот фирма. Moordale Mist. И ниточки здесь, получается, 45 махера, 35 акрила и 20 вискозы. И это итальянская пряжа. И здесь 200 метров 50 граммах. Вот. Но ниточки, посмотрите, здесь как бы идет... Они мохнатые. И у них, как бы, они скручены из разных цветов. Здесь, получается, скручена идет оранжевая ниточка, зеленая, синяя и серая. И очень-очень классный цвет получается. Вот. И из-за вот этого сплетения разных ниточек, то есть оно не окрашено, да, вот как акрил в определенный цвет. Тут, получается, разные-разные цвета идет. И я уже мечтаю себе связать такую простую классическую кофточку. Может быть, лицевыми петлями, регланом. Вот. И таких моточков у меня получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть штук. То есть 300 грамм. Это даже хватит, знаете, как на... Даже не джемперик, потому что нитка достаточно тоненькая. Даже на какое-то, как можно, платье даже связать. И еще вот такая вот пряжа. Тоже самый состав. Состав, как и предыдущая. Тоже здесь махер. Что там у нас было? Махер акрилы вискоза. То есть такая же самая пряжа, но, видите, она вот уже сделана из красной, из серой или такой голубоватой нитки. И тоже это достаточно большой такой мяч. Потому что ниточка тоненькая, то здесь хватит тоже на свитер. Она очень мягкая и приятная. И я очень рада буду из нее вязать. Вот и все. Больше ничего такого особенно классного у меня не было. У меня есть еще несколько посылок, которые я жду. Ну, вы знаете, как заказываешь. Потом их нужно ждать, ждать, ждать. Пока они придут. Иногда очень долго. Вот так в этом месяце это все, что было интересненького. Так что снова новые проекты, новые интересные изделия. Ну, я думаю, многим, может быть, будет интересно по поводу этой пряжи, потому что вы ее в данный момент можете заказывать. Ну, все. Всем пока. Надеюсь, что у вас такой же будет прекрасная осень, как было лето и весна. Всем пока.